как они? нормально но непонятно все теперь живем это был тоннель если что если кто не понял тоннель всегда плот половит живописный мост он так и называется? да он не особо живописный я так понял а так это красная а это гладская я спалил все сейчас это будут руферы стрим снайперы сватеры полиция такая мне кстати я не рассказывал меня полиция на стриме тормознула было очень смешно на главной аллее я только-только выезжаю из измайловского парка меня тормозит ДПС а я что-то как-то переложил доки и у меня все валялось то есть вообще в каких-то современ вообще совсем разных это не убивает? их убивает да сейчас оп все вернулось поменьше сделать ну я кстати последний фолловер до сих пор да да ну у меня тенденции роста не очень впечатляют александр зато у меня есть скорая аудитория в 15 человек вот короче тормозит я что-то показал и у меня не было СТС ну это одна из бумажек типа что тачка моя вот и чувак что-то стоял реально я завис там минут на тридцать на этом месте плюс в чат кто был на стриме когда меня ДПС остановили вот и и 15 в 5 в смысле люди которые плюс-минус приходят явно больше смотри не роли я считаю она просто пытается душить но у нее сегодня она она вообще душит обычно но сегодня она была душевной днем вот и пытается сейчас вернуть свое звание задушительницы но смотри ты Барбос Твити Мистерес Азич часто приходит блин сейчас наверное будет обидно тем кого забыл Брюме но это уже 6 человек ну короче ну не 15 ну там если повспоминать можно еще вспомнить ладно что-то мне душительно знаешь где еще вспоминали об мертвых душах в душах понимаешь в чем я хотел сегодня быть доброй включая же добрый вождь режим доброго вождения в велком близкий да включить окна потеют да не бухал походу молчал весь стрим и виски пил нормальная тема была слушай может быть было бы лучше если бы виски пил нет хороший был эфир не надо эфир был хороший я был плохим это я не отрицаю но эфир был хороший да нет все нормально все было четко с Митяем по другому короче эфиры разные это прикольно я переслушаю кстати не роли обязательно на предмет 90% не уловило и то что Рома был кучноват как я понял да водянист я ответил Барбос Кабрал Кейн Балабама уже шесть Балабама кстати не такой уж регулярный зритель по крайней мере в час точно не часто пишет сет дредд кстати в последнем вот все последние стримы сет дредд регулярно я кстати или он я на него подписан где-то и он на меня где-то подписан но в твиттере я плохо знаю этого человека он твиттер же прикольные всякие штуки дракстуданал и сет дредд два таких самых да да немастных твиттера нормальные ну про доте наверняка седра ты на про доте сидишь ты смотришь ты смотришь мои инструменты а ну да похоже на правду ощущение что он вообще не продумывал все мои ответы как будто в первый раз про карьеру рассказывал вообще ждал что у него получше с ораторством речи на самом деле у меня был эфир когда не было Саши а Саши нож сломал у меня был эфир с Эшем это такой старичок ну не знаю Ола Эш если да если вы давно в киберспорте то знаете кто такой Ола Эш вот он сейчас менеджер по талантам в рукаве и вот у нас был эфир вдвоем и после этого ну у нас хороший был эфир мне кажется он был нормальным прикольно да был интересным ну и там я не молчал разумеется он мне после эфира сказал что просто нужен необходим нужен определенный навык того чтобы говорить на протяжении двух часов даже в диалоге и самая сложная часть это быстро на ходу находить ответ на поставленный вопрос не Рома все равно красавчик очень круто прям получилось и я если честно боялся что ну не боялся а опасался того что будет прям совсем вода но там были моменты когда вот особенно блиц наш в начале второго часа который должен был быть если что в середине первого часа вот и там вопрос про выбор Ливерпуль или Virtus.pro вот там Рома мне кажется немножко как это называется не раскололся короче дал слабину вот потому что я думал что Рома будет прям совсем говорить какие-то общие вещи но он выдал интересные истории он выдал даже какие-то инсайды небольшие мне кажется эфир был проведен достаточно неплохо можно всегда круче но мне кажется было прикольно я был всегда дред был на продоте только когда фанник писал в трейде что он фейк-факер это это период лунных фактов который или это было раньше звучит трашово если честно про тебя я же не в упреку что тебе мало и с точки зрения восприятия зрителя может возникнуть вопрос второго чела в эфире зачем он нужен если на чем работать я полностью согласен я говорю у меня сейчас есть большая проблема с тем что каким-то людям мне достаточно тяжело подойти скажем так в эфире свинстрайк например было супер челово легко потому что мы с Лехой на одной волне было сложнее с ребятами из империи потому что мы не на одной волне не на одной волне и проигрываешь тогда когда проигрываешь ребята они не то чтобы закрыты но в общем как то у них у самих диалога не было то есть если смотреть сравнивать с эфиром с винстрайком там Маша и Леха нон-стоп просто перекидывались какими-то фразами а здесь просто у нас два отдельных индивидуальных чувачка пришло да кто еще был у нас на эфирах Митя и Серебряников было четко были какие-то там парни из файтингов да это был супер угарный эфир вообще да он был веселый просто настолько бесполезный но при этом веселый чуваки типа пришли я думал там будет ну реально ну посерьезнее ивенчики которые устраивают файтинги а там ну просто чуваки собирают друзей по вечерам поиграть в файтинги недель ну было было весело на самом деле и самое веселое во всем этом эфире было то что мы где-то уже в первые там 10 минут с Сашей осознали это что за люди к нам пришли переглянулись и уже пытались как-то беседу выстраивать совершенно иным образом я не дышу я из лучших побуждений на правах полезного фидбэка спасибо тебе большое я нет не агрессе ничего такого я прекрасно это понимаю на луны факты да ну я так и думал тебе поможет совет который я дала гунины когда она в юхе после победы брала у команды на осеннем ладере 2017 ОПС снова тут кстати Барбос Ченнелл на которого ты гнал что нет это ты гнал на Балабаму не ну я не гнал все он не гнал на Барбоса парни все нормально Балабама это Азад а да ладно да Балабама это Азад сложно мало кто знает что Седредд и Бухая аналитика это один человек я подозревал я подозревал это один человек пахнет надо помнить осознавать с кем ты говоришь что за личность чем она интересна зрителю что гость может рассказать полезного и нового концентрироваться на этом ты видела мои интервьюхи с эпицентра по доте с экселе да на экселе это было да да там у меня был максимальный подход к каждому чувачку с которым разговаривал единственное что там было действительно провально мне считаю это интервью с му потому что я прекрасно знал что это за человек и мне очень хотелось его расшатать но у меня не вышло и это было ну это было фейлово с моей стороны очень фейлово на 5 нет на тебя не гнали с тобой все четко гнали на Балабаму Барбас супер мнительный чувак это Андрюха я видел СНТ вроде СНТ на НТ вообще было это отдельный разговор я не знаю у меня у меня просто амнезия случилась после СНТ я уже не помню что там происходило я помню что с резолюшеном получилось быстро и хорошо а все остальное я даже не успевал читать я знаю что до меня докопались с купеем что я врал не на русском учитывая что я его спросил перед этим на каком ты хочешь он говорит давай если мне нужно что-то сложно отвечать лучше на английском и ты начал ему теорема закидывать не ну я спросил человека на каком языке он хочет записать интервью вот на меня опять не так это то это то это то борьба в своем репетаре вот на НТ короче это было тяжко вроде было хорошо с Дэнди но я не знаю опять же я просто там был такой режим что я ничего не успел посмотреть с того что мы сняли с Дэнди было неплохо в том плане что я не успел посмотреть на ресепшн вообще с Резоли может ли плохо получиться он же мега позитивный открытый готовый к диалогу да любой сможет в хорошее настроение я бы смог сделать плохое интервью с Резоли поверь мне я помню а я помню что меня еще хаяли за интервью с Соло потому что я не Дредд что-то такое было а нет или Скуроки Скуроки там были такие претензии что что это не Дредд берет а почему не говорит черепаха и с одной стороны просто понимаешь во что мы упираемся в этой ситуации не хочется мусолить одно и то же на протяжении десяти лет то есть хочется поговорить с человеком хочется рассказать попытаться его с каких-то других сторон они а с другой стороны вот есть где-то желание а с другой стороны есть аудитория которая как бы посмотрела на интервью на тот репортаж Дредда замечательный и хочет теперь только чтобы да и хочет только примерно одно и то же да и здесь здесь конфликт интересов с другой небольшой есть как вам появление ПГГ в Мейнкасте многие воспринимают новость не очень я думаю не секрет ни для кого что с ПГГ достаточно сложно работать но при этом он прикольный чувак у него хорошая аналитика но мне лично не очень это Саня твой стрим короче отвечай нормально слил сейчас короче с ПГГ есть что мне не очень понравилось это то как он сильно гнобит своих коллег ага ты смотрел душку Алсиора не роли даже рядом не стоял это Алсиора душил он душил мобстера там нон стоп ну не очень не очень красиво не очень профессионально и опять же здесь многие взгляды разнятся есть Сжотом который говорит что это такая проверка старой школы есть кто-то говорит что там все это о нехороших отношениях ну Алсиор в том числе говорил что у них хорошие отношения они просто это делали по фану хотя в эфире это на фан не было особо похоже ну в общем ну а что такого он не в рухарьбе почему бы мы у него работать в Мэнхасте а он на контракте там? да они же недавно его подписали официально да а почему не сняли смешной видосик типа как с факером с Алсиором аааа что произошло я что-то нажал я тебе объясню алло первый чат господи как сложно как вам появление так-то так хитрофа может Даня всегда с тобой будет есть читать мои вопросы с чата хорошо только если я поселю его дома у себя с НТА нормальный вышли в Юхе спасибо тебе большое на самом деле позитивный фидбэк после НТА мне бы сильно помог сейчас тоже собирай Даню себе это что за май? это что я? что происходит? а что похож? за май? ну либо на меня не знаю нормальный только с факером нормальный интервью с факером допустим видос если я выберу он сможет читать мои посты или с Нагорным он не сможет снимали видосик там была 10 часовая версия анекдоты про гостя да на самом деле кринжово периодически Майнкаст делает контент ребята молодцы что они делают делают многое но мне кажется кринжово да подожди почему же я руиня подождите статья на Cybersports.ru Даня сказал что Майнкаст делает кринжовый контент нет смотри я люблю кринж но иногда короче в фильме солдаты неудачи Thunder Troopers в диалоге между Беном Стиллером и Робертом Дауни младшим персонаж Роберта говорит you can't go full retard вот я хочу тоже самое самое сказать про кринж подожди подожди сейчас один момент чтобы вы понимали вкус Дани это ты же мне рекомендовал пингая это не кринж ну да я пингай вбейте в ютубе пингай я рекомендую чувак сейчас он закрыл проект пингая сейчас просто пишет музыку под псевдонимом Джоджи Даня плюс пропагага это вообще непрофессионально им подушить коллег даже да за мая реально похож на самая и на меня если издалека смотреть Даня Даня держи кулачок кайфово спасибо тебе минкаста для долтов the back to 2012 пингай гений даже по темной дорожке в плане завоевания популярности ну не знаю нет я рад за ребят потому что мы с ними работали достаточно долго со всеми но у меня лично у самого есть претензия в том плане что и только вот сейчас они начинают ее раскрывать но когда они только запустили мейнкаст они говорили что будут мол просто на лампы начали вернуть атмосферу велата который там показывал порно на стримах в самом начале своей карьеры и первое время они как бы вообще не делали это они делали ну на самом деле делали они рухав по сути тот же вот сейчас со всякими там мемологиями со всякими вот этими видосами тизерами приобретением талантов это крутая штука почему лада умер подожди я тебе задам вопрос а ты бы ушел в мейнкаст если бы тебя позвали нет почему потому что мне кажется что это то же самое что и рухав просто рухав сейчас скажем так на спаде объективно мейнкаст объективно на подъеме но как только все штормы устаканятся будет та же самая история так такой хайп на групп на трупах мемология плоха даже не из-за старых матерных мемов а из-за бессмысленности выпуска смысл ноль тупой инет взял просто насчет мемологии сама идея относительно неплохая ну то есть смотри много сейчас очень приходят людей в киберспорт которые начинают интересоваться киберспорт зачем вообще держу телефон с картой я теперь уже знаю до этого не знал сама идея неплохая так отбой сама идея неплохая потому что опять же много сейчас людей просто приходят в киберспорт вот только сейчас ну никто от этого не останавливается и поэтому надо ебануть им в первом же видосе по мемологии вот именно тот самый мем ничего страшного ну типа старый мем они потом могут зайти посмотреть проблема как мне кажется была в реализации на самом деле если зайти на продоту можно почитать много адекватной критики потому что на продоте либо адекватная критика либо жуткие помои вот там много на самом деле есть адекватной критики если ну и опять же Ваня там сам отписывается факер если он все учтет может выйти действительно крутой продукт что у Близов не ну и почему у Близов так Хардстоун, мне кажется, они перемудрили, но сложно сказать, что у них плохой киберспорт, когда они запустили Overwatch-лигу, и они сейчас ее продолжают на второй сезон. Там очень много... Еще бы они не продолжили! Взяли столько бабок! Там очень много бабок, реально. Мне кажется, франшизная лига... Там вот сегодня, кстати, в эфире Роман очень много тизерил про франшизную лигу, и это на самом деле мне было суперинтересно узнать, что лучше, открытая структура или франшиза. Мне кажется, франшиза может с ними сработаться. Им главное сейчас решить проблему посещаемости того же самого Overwatch-а, то есть перейти на free-to-play, например. Ну да, у них падает число игроков активных. А, игроков. Все, понял. У них падает число игроков активных, и эту проблему нужно решать, я думаю, эту проблему можно решить тем же free-to-play, потому что за это время они уже успели достаточно много нафармить голды. Денег пора как бы честь знать. И люди, которые купили Overwatch за две тысячи рублей, такие... Подожди... Чё, бля? За шесть тысяч рублей... Нет. За шесть половины плюс еще двенадцать долларов. Денадцать долларов сейчас семьсот двадцать рублей, восемьсот, но еще плюс шестьдесят рублей. Почему шесть с половиной? Потому что у меня три аккаунта, купленные по полной цене. Один из них апгрейден тогда Deluxe Edition'а и один еще через Humble Bundle за двенадцать долларов. Ну, вот сейчас, если выпустить эту игру в открытый доступ, мне кажется, все сбунтуются к херам. Нет? Ну, не знаю. Оставить плату на риски. Ну и как-то... Я думаю, как-то в ситуацию можно, в принципе. Потому что я помню, что... А, я же могу рассказать историю. Я, в общем, до всего увлечения киберспортом меня супер вставляла Team Fortress вторая. О, я очень немного играл. Прям каждый вечер. Максималочка. Смотрел туричи, вот это все. Только потом заинтересовался дотой. Вот. Team Fortress тоже изначально была платной игрой, потом перешла на модель фри-то-плей. И мне кажется, во многом... Ну, чуть-чуть с собой шапки, да? Во многом из-за этого... Ну, шапки появились раньше. Мне кажется, во многом из-за этого они как бы до сих пор остаются каким-то образом невероятно на плаву и держатся в топе Steam'а, в топ-10, там, с 70 тысяч игроков за неделю или что-то такое, или за... Не помню. В общем, они до сих пор остаются в топе. Жаль, код киберспорта в СНГ вообще на нулевом уровне. Близы мы могли бы расширить эту тему. Fortnite Free to Play. Да, это аргумент. Поэтому Fortnite популярнее, чем Battlegrounds. Battlegrounds. Чем все, в принципе. Это сейчас самая популярная игра в мире. Нерфом саппортов, Overwatch убили... Не сказал. Сейчас, на самом деле, больше всего страдают танки в Overwatch. Это прям самые... Просто... Просто... Мертворожденные пацаны сразу. У него много проблем есть. И... Им нужно выстраивать игру с игроками. С профессиональными игроками. Потому что они... Они очень сильно идут на поводу у казуальных игроков. Хотя игра сама немного казуальная, но при этом много там... Ну, в общем, где-то типичный Blizzard. Easy to learn, hard to master. Слушай, здесь вот я вспомню Марка. Все, хочу как-то вставить 5 копеек. Ты подписан на Марка? Да. Спорт Шериф. Помнишь, у него была летом, по-моему, еще статья где-то в июле, в августе. Про то, что первая лига прошла. И если у тебя с момента первого дня до финала нет роста, а там, по-моему, то ли нет роста, то ли он какой-то очень маленький, то ли вообще, наоборот, в минус. То киберспорт, как бы, получается, Blizzard насаждает сверху. Да, это абсолютная история насаждения киберспорта сверху. Зачем? Ну, потому что дисциплина потенциальная. И... Ну, имеет потенциал. Но тут как бы... Вот фишка в том, что они насаждают киберспорт и идут на уступки казуальной аудитории. То есть все нерфы, бафы и прочая фигня, которая происходит в игре, она идет из-за того, что все жалуются на то, что у меня постоянно убивает Хог, хотя он не был настолько сломанным, как другие персонажи в какой-то определенный момент. И они просто нерфят то, на что жалуется казуальная аудитория. И когда ты хочешь сделать киберспортивные дисциплины свою игру, но при этом максимально подстраиваясь под казуальную аудиторию, то есть несостыковки определенные. Скажи, когда патч 7.20 в доте выйдет? Нет. Ну, это я. Это нужно читать. Это же прям смс. Сори. Я такси-стример. Я вижу, у меня целых было 9,7 зрителей. Все, двух потерял, двух потерял. Ничего жизни. Когда патч 7.20? А что у нас ближайшее? У нас ближайшее ESL One? Мне кажется, после Гамбурга и будет. Это адекватно всего. Криптомастер закончился? Идет еще. Ну, сегодня, по крайней мере, то, что нашел. Печалит положение кода в России. Я хочу сказать, что... Да. Ну, у меня в целом печалит любое положение киберспорта. Я еще как-то уже писал. Не ты писал. Не ты писал. Ты писал, не роли, что в СНГ мало кого киберспорт не мертв. Это правда. То же самое касается всех игр. Рома-творянки, между прочим, считает, что киберспорт в СНГ очень даже... Нет, ну, он говорит с позиции инфраструктуры в целом. Это да. Беру свои слова, братан, они с собой пусть читают чат назад. Что? Что тебе нравилось? Я пропустил. Извини. Много слишком. Да, это не роли. Она умеет. Это... Не, я говорю, я люблю душ на той людей, которая умеет душить. Любишь? Да. Все, мы, короче, приехали. Сейчас с Даней поболтаем немножко еще там за рабочие темы. Можете пока сходить попить чайку. Можете подписаться на мой Твич. Можете подписаться на Данин Твич, Махагани, он там типа в фолловерах есть. А, да, кстати, последний фолловер, там все понятно. По мне, это не 7 месяцев Майя Виктора из Дэв. Идеальный сын. Идеальный сын просто. Двух от них неидеальных родителей. Сейчас, короче, вернемся. Стрим не оффую. А, ну я пока, короче, парень, я пошел. И девчата. Да? Я же не буду. Сейчас вернемся, через 5-7 минут. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Здесь я уже без навигатора знаю, куда ехать... Чё, продолжаем общаться о медике... Да, как мы планировали делать кучу раз, и у нас никогда не получалось... Блин, а чё тут так... Туманно, что ли? Блин, Даня голоден, а вот он ушёл, и теперь я стал голоден... Что дела... Так, светофорчик аккуратно... Немножко... Битов... Чё, никто ничего не пишет? Вы заставляете меня грустить, между прочим... Сейчас мы поедем... Сейчас мы поедем... По помощи Оле, кстати, Оле, спасибо... И... Вопросов... Там мы даже, по-моему, не четверть задали... Там... До хренища их было... До всех Ром хейтит... Рамзаса хейтит, разве? Поверьте моему опыту... Твитти, кстати, я тебя добавил в... Твич... Твич... Стим... Ё-моё... Даже ты еле что-то... Да, Дворянкина... А вот сам ты как ответишь на этот вопрос, Андрюха? Брюме, кстати... Брюме... Так и не написал мне по поводу кодика... Придется ее никому-то другому отдать... Блин, так чешется все... Эх... Бесит... Не хочу... Роман Попу и Фленового дай... Боже, что я мой... Стартанул-то! И все, гонщик, гонщик... Брюме уснул, походу... Грустно... Не хочешь вернуться в Virtus.pro? А... Куда мне сейчас возвращаться в Virtus.pro? Кем мы? В аппарате меня возьмут в Virtus.pro? Там есть Head of Media... Никита очень грамотный... Молодой человек... Профессионал своего дела... Ээээ... Я думаю, по скиллу он даже посильнее меня будет... Ну, даже... Как бы... У меня никогда не было ходов в Virtus.pro? Хотя... Фиг его знает... Вот... Я говорю, скучаю по временам ВП... Но... Вернуться... Ну, я не смогу сейчас вернуться... Как? Куда? Я никак не отвечу... Для меня это непонятный человек... Не, Рома классный... Вот... Даня даже, видите, есть... Мэтт... Респект... По отношению к нему... Ну, и в ВП он, правда, очень многого добился... Достиг... Эээ... Ибо он должен был вечером со мной в Ford поиграть... И не заходит в ВК теперь... Надеюсь, с ним все хорошо... Йо! Привет, Диман! Я могу ему ключик передать... Да... 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 Капает... Очень правильный смайл... Мы тоже скучаем по временам ВП... Не, ну сейчас-то тоже у ВП все хорошо... Ну, я просто не знаю... Ну, кем мне туда идти... Редактор-продюсер? Да... Ну, как-то нет... А что ты про медийку хочешь? Меня, например, мало берет из того, что постит наши команды... Давайте прям по командам... Обсудим... Не с Virtus.frone, а начать с Веги... Вот... Как вам медийка Веги? Твиттер... Ну, в целом... Твиттер... Ролики... На какую игру ключ? BattleRite... Рояль... Или роял... Канин... Рояль там буквы и в конце есть... Она есть... Медийка Веги... Последние видосы Старладера... Ничего у Веги было... Я, кстати, не смотрел последние видосы... У Веги классные комиксы... У меня все... С Владиславой... Серьезно? Владислава Захлебина была? У Веги в качестве ведущей... Или у нее интервью брали? Медийка Веги постная... Вот соглашусь, да... Ну, вот... Если бы я начал что-то делать в организации... Интересно, как у меня бы получалось... В какой-либо... Недавно, кстати, BadPlay Игорян постил... Про то, что, типа, когда мне говорят про... Большие бюджеты для того, чтобы что-то делать крутое... В качестве ведущей... Прикольно... Минстрайков не видел медийки... Да, кстати, они как-то начали бодро и... Закончили... Пока что... Да я и подписан только на ВП в Твиттере... На то, что постит ВП скукота в 95% случаев... А в Ютубе смотришь видосики Виртуз Проне роли? Там вроде у них с этим делом должно быть все в порядке... Опять с драмером работать... Беги... Да, кстати, забавно было бы... В Империи нет медийки... Блин, да вот Игорь как-то... Чуть ли не в соло пытается что-то делать... Раз в пару месяцев отпускает... Рошпит батл... Топовый же проект... Ну, не хватает... Мне кажется, вот в чем сила ВП в стабильности... Может быть скукотища, но очень стабильно... Вот чего мне не хватает в медийке у всех команд... Я хочу зайти и сразу узнать все ближайшие матчи... Коэффициенты на эти матчи... Ставочные... Хочу узнать где смотреть... То есть ссылки на линке... Говорят тут Дрангстуданал упоминали... Привет, привет Дрангстуданал... Не упоминали даже в том ключе, что Сет Дрет и Дрангстуданал... Это... Одно и то же лицо... Лицо фактера... ВП на Ютубе сейчас печаль... Почему, Барбос? Аргументируй, пожалуйста, такую точку зрения... Она имеет, конечно, право на жизнь, но почему? Нет, не упоминали... Да как-то не упоминали... Упоминали... Почему ты на меня еще не подписан? Дрангстуданал... Саня, у тебя куча путей, куча команд... Может, тебе стоит уходить в команду? Ну, вот я рассматриваю... Потенциальную возможность... Мне было бы очень интересно... И мне кажется, что у меня бы получилось... То есть, как я это вижу... Сначала ты делаешь стабильный контент, базовый, который нужен... И потом начинаешь наращивать уже какие-то около... Спортивные, так сказать, истории... Мне кажется, прикольно... В ВП-видосики смотрю, передачи у них неплохи... Но напрягает, что игроки с явной неохотой работают на камеру... Плюс им неинтересны темы выпусков... Блин, я бы не сказал так... Ну, понятное дело, игрокам всегда не хочется сниматься... Аккаунт свечил просто... Седред... Справился... Так... Подожди, а где ты справился? Не пришло упоминание... О фолове... Уведомление, в смысле... Почему? Лола, я подписан... А, да... Хм... А чё так редко бываешь? Дрангстадонал и знал фоловы... Hell yeah... Почему так редко бываешь? Алды тут... Тут... О, смотри... С двух браузеров зашёл... Ха-ха... Дрангстадонал, Седред, чётко... Недавно видел твою фотографию Дрангстадонал... Дрангстадонал... У Ромы как раз дворянки, но в Твиттере... Так вот, по медийке... Мне кажется, нужно изначально выстроить стабильную, ежедневную историю про информирование о делах команды на сайте и в соцсетях, наверное. Потом начать работать, когда это будет выстроено, мне кажется, что это около... ну, от полутора до трёх месяцев. Блин, чувак, это прикольно едешь. Вот. Потом, соответственно, начинать до полугода развивать... ну, продолжать развивать какие-то командные истории уже не самые стандартные. То есть, какие-то рубрики запускать, работать в этом направлении, потом уже начинать ширь как бы двигаться, коллаборации и прочее. Я редко стал смотреть ВП из-за того, что я видел, это либо Miss Marple, либо псевдорофильные видосы, где из игроков выжимают желание. Смотри... Miss Marple это не Virtus.pro, это отдельный проект Маши Молиной. Главный All Тут. Это ты про себя, Барбос? Мунительность превратилась в ЧСВ-шность. Блин, блин, блин. Ну, блин, что-то же нужно делать по медийке. Ну, предложи, а что, предложи, Барбос, предложи альтернативу тому, что делают Virtus.pro. У них сейчас самая качественная медийка, как по мне. Ну, оно и не мудрено, у них очень сильная команда. В Инстаграме сториз всегда всё чётко видно, понятно, классно. В Фейсбуке не знаю, в Телеграм у них, по-моему, нет. В Твиттере всё тоже более-менее понятно чётко. На сайт не захожу. Ну, в Кантаче... Ну, скучновато в Кантаче. Одно другому не мешает, если мы говорим о Барбосиче своем нитимости. Да, кстати, факт. Самая сильная медийка у Лила. Нет. Илюха на тёмную сторону медийки встал. Грустно. Драк Студонал. Сильная команда. А ты, в смысле, входишь в эту команду или что? Я не про игроков. Сильная медиа команда. Ещё команда по мему МВП сильная. Успею прочитать. Блин, копипасни, пожалуйста, ещё раз вот это длинное сообщение. Блин, из этого клип надо делать. Из чего именно? Я про себя и не говорил. Блин, Барбос, копипасни, пожалуйста, ещё раз длинное сообщение. Пропустил я его. Или сейчас, подожди. Светофорик раз прочитаю. Я вспомнил серию видосиков, где киберспортсмены спрашивают какие-то интересные вопросы, и они отвечают. Что это для них значит? Не помню, как назывался. УВП? Мне нравился формат анфак, но, как вы видите, он не особо исходил. Фак? Нет, анфак. Если вы про мои видосы, то это анфак. Прикольный формат, на самом деле. Возможно, просто нужно было продолжать его делать. Я, нет, никак не связан с ВП. Анфак, точнее, да. Ну, это, это прям на сто сорок шесть процентов мой формат. Ну, вот, как-то стабильность, опять же. О лёшках. Кулите. Так практически, как ребёнок, который не выговаривает. Эра говорит, кулите, только кулите. Кулите. Анфак был топ формат, такого и сейчас не хватает. Да, причём мы же его перезапускали. Как раз весной, в начале лета, но что-то вот опять же забили. Ну, там, по силам разных причин. Все знают, что Дрангстуданал – личный проект Варянкина. Хе-хе-хе. Хитров. Все видосы в киберспорте заходят плохо, в общем-то, по одной причине. Самим участникам в лому постараться и убрать своей битисвид. Сложно построил как-то посыл. Добрый ламповый формат. Особенно нравились вопросы Яне. Ну, там вопросы всем были одинаковые, если мы про Анфак. Ответы Яны тогда, наверное. Просто у всех был один и тот же. Блин, опять храняет. Что-то горит, что ли. Непонятно. Дым как будто прям застилает из самого электрозавода. Хочется медийно прямо выстрелить. А с другой стороны, хочется много плодотворно работать, чтобы оно потихонечку всё шло. Потому что мой выстрел вот этот в пятнадцатом году, такой медийный, конечно, классно, но... Роль актёра одной роли мне прям надоело уже, если честно. Хочется большего. В принципе, ещё были крутые проекты, но они уже не так выстрелили. Убрать свой вид, который так и кричит, отстаньте от нас. Вопрос личных отношений, наверное, я не знаю. Ну вот, как вы считаете, в пятнадцатом году видосы же мои заходили, но там этого вида «отъебитесь» было ещё больше. Это был даже не вид. Меня от дымного душного высадил, вот и пахнет. Ну, вокруг много дыма. Ты сейчас будешь на электричке ехать? Прочекаем как-то. Странно. Я думал, что это туман, а это дым. Вообще, Яна — это, на мой взгляд, лучик добра и позитива в киберспорте. Андрюха, я с тобой полностью согласен. Яна классная. И мне нравится, как она растёт. Это касается всего контента. Анфак, работа мейнкаста, видосы ВП. Слушайте, ну в анфаке-то большинство людей снимались очень даже с удовольствием. В мейнкасте, ну, мне кажется... Ну, мы с Даней это уже обсуждали, ладно. Я один это говорил. Всего в киберспорте. Растёт капа. Что растёт, кто растёт? Не осознал сейчас. Редкий, кстати, случай, когда телефон заряжается во время стрима. Наверное, потому что в фоне ещё не включен навигатор. Саня хочет зайти на трон. Мне хочется какой-то планомерной работы, которая давала бы видимый результат. Мне больше не хочется так взлететь. Это как-то неприкольно, несерьёзно. Вот долгая, тяжёлая, планомерная работа, которая даёт результат. Это круто. Хочу попасть в киберспорт, Дрангстудонал. Но ты уже в твиттере у дворянки на фоточке твоя? Ты уже, в принципе, в киберспорте так-то. А? Нормально? Зашло. Ну и, в принципе, твиттер у тебя более-менее раскачаный. Чтобы попасть в киберспорт, как Рома сегодня сказал на эфире, нужно не хотеть попасть в киберспорт, нужно хотеть делать круто и уметь делать круто. Тогда да. Слететь – это слишком подростково. Полномерно – это по-взрослому. Растёж хитров – это же круто. Ну, я бы не стал делить. Типа, есть молодёжь, которая… Ну, я понял, ты не про возраст, ты про осознание личности. Да, мне хочется делать много работы сложной, которая будет давать ощутимый результат. Вот в какой-то момент в ухабе, причём достаточно давно, работа перестала давать результат, и мне не совсем понятно… Точнее, я понимаю, но не знаю, как исправить какие-то вещи, которые блокируют вот этот самый дальнейший рост. Вы с отредом друзья? Дрангстуданал. Хабиб или Нурмагомедов? У нас, ты смотришь наши вопросы в Дворянкину, что ли? Точнее, не наши, а аудиторию. Хабиб, конечно. Или Нурмагомедов. Ой. Да, мы с ним пили на эпицентре. Неплохое знакомство, правда. Алёшка, а ты подписан на меня? В смысле, ты фоловиш? Макчикин. Бибиб. Вы прям читаете мысли друг друга. Правильный ответ. Шестнадцать человек. Вот почему всегда, когда я начинаю въезжать в Балаху и подъезжать к дому, количество зрителей увеличивается. Все, кто не зафоловил канал, пожалуйста, чтобы Даня меня потом не троллил тем, что что-то у тебя динамика роста фолловеров маленькая. Зафоловьте сейчас, чтобы он пропал из списка последних фолловеров. Очень прошу, прям вот отнеситесь с пониманием к этому, пожалуйста. Что было на эпицентре, пусть останется на эпицентре. Там не только пили, что ли, номер еще снимали или в туалете там чик-чик-чик. В ФК я пытаюсь не пропускать такие стримы, но последний раз я ложился спать этой стриме. Так. Это максимализм про... Ой. Про взлететь в тысячу разово. Взрослым, осознанным людям интересно нечто вечное. Вечное требует кропотливой, долгой работы. Мне больше нравится не вечное, а бесконечное, ибо вся жизнь бесконечна. Красиво сказал, да? А, ОФК, в смысле, зафоловьте. Ну, зафоловьте, пожалуйста, еще два человека. Ну, мы знакомы с Адредом, когда у него 500, а у меня 800 подписчиков. Так. Перестраиваемся. Еще два, да. Хабиб сначала говорит, что дерется не ради денег, что за наследие. Потом говорит, что им нужно 20 миллионов за следующий бой. Ну, что ты начинаешь? Наследие дорого стоит. Всем салют. Нао Силия. Привет. Привет. Откуда ты пришел к нам? Ты фоловишь канал или нет? Пожалуйста, зафоловь. Потому что... Думис. 777. Еее. Еще... Еще, блин, два человека. Потому что на Хогане до сих пор висит. Надо его убрать из фоловеров, чтобы он перестал меня троллить. Пожалуйста, зафоловьте еще. Думис, спасибо тебе большое. Извинись. Нао Сайл я. Я давно фоловер. О, круто. Круто. Окей. Это приятно. А почему так редко бываешь на стримах? Я подписчик твой еще с лета. Помню гладил вещи себе и слушал тебя. О, так мило. Нао Сайл. Я не буду рефоловить, я берегу свой номер подписки. А вот ты под каким-то определенным номером подписалась? Там, типа, 2222-я? Или... Как вообще посмотреть номер подписки? Вот оно, наследие Южан. Ай, Алешка, это ты подписчик? Все, я понял, да? Follow page. Садре, ты... А, ты рефоловнул, наверное, да? Четко, Махогане почти убрал с аптаймом. У меня, кстати, эта тема не подключена. Меня Барбос постоянно за это гнобил, я помню. Вот так, мягенько. Пипец, в Балаху въезжаешь, здесь вообще дымища адский. Что за херня творится? Не знаю, я не запомнил. Так как ты его бережешь-то? Аркана, да, сейчас. Аркана на меня выпадет. Редко бывает, так как редко вообще стримы смотрю. В основном самыми промышляю в последнее время. Сколько тебя смотрит на ОСайл? За это... За хостить можешь? 8, костры жгут. Да хер его знает, кто жжет костры в половину первого ночи. Как-то несерьезно. Спокойно я рефоловнул. Ну, хочется новыми фолловерами не рефоловить. Но все равно спасибо. Спасибо, ты приблизил Даню к выпаданию. Еще один фолов. Балаха. One love. А ты из Балахи, что ли, Драк Стадонал? Костры Рябин. Барбос это какой-то свой мемчик. Я такой, блин, уже 11 человек. Ну, вот. Скучный я, что ли, да? Скучный. Просто скучный. Так, аккуратненько перестраиваемся. 3,5 в среднем я неизвестный. Я вот известный, как говорят, а меня 11. Ну, в среднем 10-12 человек, да. Вроде он подорожал или нет. Пффф. Нет, конечно. Минус стрим? Нет, стрим. Все нормально со стримом. О, тут. Нормально. Все хорошо. Ну, сайл из нау хостинг май стрим в ван. Ого. Ну, круто. Надо, короче, хоста просить. Я понял. Надо у всех, кого только можно просить хоста. Про лайки. Я к дому подъезжаю, кстати. Там не подцепится опять Wi-Fi. Нет, не подцепится. Хорошо. Думмис плюс. Не, ну у меня, кстати, не должно быть сейчас про лагов. Я в любом случае уже заканчиваю. Больше часа постримить получилось. Неплохо, че. Надо игры постримить, конечно, уже. С PS-ки, кстати, без вот этих всех стрим-лаговских ништячков могу постримить с сыном что-то, ну, собственно, PlayStation-овское. Странный человек. Тебя так мало смотрят, так как и стримишь, то вроде не часто. Есть ачивки на Твиче? У меня есть, да, ачивки. Точно надо тоже захостить хитро, вроде, ачивки на Твиче. Да, на Твиче есть ачивки, Алешка. Прикольная тема, типа, из такого-то хостя. Ну, там, количество фолловеров, сабов, максимальных зрителей. Ну, вообще прям прикольная тема. Блин, что-то здесь прям опасно. Вот. Общего времени стримов. Ну, типа, прикольная, короче, штука. Как же давно ждал стрим-тачку этот топ-контент. Спасибо огромное, Андрюха. Это очень приятно и по-настоящему мотивирует. Я сегодня залип Ведьмака на пять часов. Вот, Ведьмак это как раз. И мало. А, типа, ты имеешь в виду мало, в смысле коротко стримы? Всего там по полчаса, от полутора, от получаса до полутора? Это да. Это согласен. Всем привет новых. Настроил алерт о хосте, но не настроил алерт на донаты? Серьезно? Хитров? Ты здоров? Настрою. Доберусь до этого. Честно. Попинуете меня? Кто-то, блин, кто, кстати, мне помогал алерты настраивать? Был какой-то прям добрый человек. Я сейчас, мне кажется, не вспомню, кто это был, блин. Всем привет, кто пришел от Нероли или от Наусайла. Рад видеть вас здесь. Нет места. Или есть место? Просто в кучу листьев сейчас встану. В кваку ты играешь, PS? Я помню, игра Мир 2017. О, нифига, да ладно. В кваку не играю. Я же тогда не играл, просто вел стенд. В этом году тоже должен был, но мне в третий раз управляли НОС. Какие дела? Я еще не хостил, да и некого приводить. А, понятно. Еще и бота настроил. Да. Еще и бота. Все, я приехал. Пойду спать. Чуть-чуть подстроюсь. Оп. О, мое. Пойду спать. Спасибо огромное, что были. Как обычно, вы самые лучшие. Вот. Давайте на счет три. В экран кулачок. Раз, два, три. Вы самые лучшие. Спасибо огромное. Завтра тоже попробую запустить с 11 до 12 где-то. Плюс-минус. Доброй ночи. Приходите. Завтра еще пообщаемся. Вот. Надеюсь, будет прикольно. Еще у тебя микрофон. Джи-джи. Короче, пока-пока. Всем доброй ночи. Классных, интересных снов. Вот. До завтра. Один.